МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. Сыны Западной Армении Тигран Шахбарян. Вопросы армян Западной Армении. В Кёльне может быть демонтирован мемориал жертвам геноцида. Баку планирует в дальнейшем устранить все физические признаки присутствия армян в Арцахе. Докладчик ООН. Миссия ЕСЭП по установлению фактов в Восточной Армении изучила возможности укрепления сотрудничества. Культурный геноцид. Улыбка Тиграна среди надгробий в Яраблюре. Тигран родился в Арцахе. Родители переехали в Ереван, когда Тиграну был годик. Тигран – будущий врач, 20-летие которого исполнилось в Яраблюре. Мама Армении Арутиням почти каждый день переживает те ужасные дни, которые семья пережила с 10 октября, когда новостей о Тигране не было. Останки Тиграна товарищей и командиров были найдены в Гатруде 4 декабря на поле боя, где последние погибли, попав в засаду. Тигран служил в Мартуне 1 год и 3 месяца. По званию был младшим сержантом, санитаром роты. Медицинские знания помогли сослуживцам во время службы. 10 октября Тигран позвонил родителям. Это был его последний звонок. Точной информации от высшего командования об исчезновении роты не поступало. Говорили лишь одно. Ребята отправились в Гатрут, чтобы прийти на помощь солдатам на передовой. Далее связь прервалась. Позже выясняется, что произошло. Рота из 76 человек попала в окружение на Гатрутской дороге со стороны вражеского спецназа из 500 человек. Парни решили не сдаваться, сражались в неравном бою и погибли с честью. Узнав обстоятельства гибели, для родных было вдвойне жестоко. Тела находились в Гатруде, перешедшем под контроль врага. Проходили недели месяцы. Родителям не удавалось вывести останки сыновей. Из 76 человек были опознаны тела трех, одним из которых был Тигран. Вечная слава павшим бою героям. Тырян, как и многие деятели Дашнак Цутюн, был против вывода российских войск из турецкой Армении. Тырян обращается к Ленину, получая удовлетворительный ответ. Оказалось, когда он говорит о выводе войск из Армении, этим хочет сказать. Когда армяне потребуют этого, чтобы не было давления со стороны России, вынуждены принимать российскую ориентацию. А для безопасности армян, если они этого захотят, он совсем не против, чтобы остались необходимые воинские части. Это был хитрый дипломатический ответ Ленина Тыряну. А вот Сталин без колебаний сказал Тыряну в лицо. Мы немедленно отдадим приказ об отводе войск. Однако, когда Тырян передает Сталину письмо Ленина, и он читает его по свидетельству поэта, Сталин уже говорит по-другому. Вынужденная уступка Тыряну, естественно, не нравится Сталину. Однако, это мало волновало Тыряна, он сам был негативного мнения о Сталине. Он очень хорошо помнил, с каким пренебрежением относился к Иосифу Шаумян, которого он очень уважал. Последний никак не скрывал своего отношения и открыто заявлял, что его арест в 1905 году был совершен Сталином, поскольку только он знал, где он скрывается. До самого конца Сталин или Коба оставался для Шаумяна царским шпионом охранки. Совет народных комиссаров заявлял, что рабочее и крестьянское правительство России защищает право армян, оккупированные Россией и Турецкой Арменией на свободное самоопределение, вплоть до полной независимости. А реализация права на самоопределение возможна при наличии ряда гарантий. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Издание Айденлык пишет, призыв представительства партии Ваттан нашел большой отклик у местной турецкой общины. В день столетия Турецкой Республики 29 октября в Кельне была проведена акция по демонтажу памятника геноцида против армян, которая не прошла для турок безрезультатно. По решению муниципалитета Кельна 7 декабря 2023 года на заседание муниципального совета будет объявлено о необходимости демонтажа памятника. Этим вопросом занимались платформы инициативы турецких союзов и представительства партии Ваттан в Германии. Денис Илдерым также выступил с призывом к турецкой общине Германии, попросив представителей общины собраться у мэрии Кельна 7 декабря 2023 года и выразить свою поддержку турецким организациям, борющимся за демонтаж памятника геноцида, чтобы решение мэрии было необратимым. Посольство Восточной Армении Швейцарии, являющееся постоянным представительством ООН в Женеве, опубликовало сообщение специального докладчика ООН по культурным правам о состоянии значимых культурных и религиозных объектов Арцаха. Спецдокладчик ООН в своем обращении к Баку выразила обеспокоенность продолжающейся практикой разрушения и присвоения армянских культурно-исторических и религиозно значимых мест и объектов, организованной переинтерпретацией истории Арцаха с целью стереть следы присутствия армян, а также дискриминационных высказываний и преследований армян в регионе в нарушении международных стандартов прав человека и международного гуманитарного права. «Меня особенно беспокоит утверждение о том, что совместные нападения на людей, памятники и символы, фальсификация исторического повествования и стирание топонимов, а также негативные высказывания об армянах могут приравняться к культурной чистке». При этом представитель ООН подчеркнула, что Международный суд, Европейский парламент и Совет Европы выразили обеспокоенность по поводу развивающейся в Баку идеологии, продвигающей наследие кавказских албанцев вместо армянского культурного наследия, а также ревизионистской тенденции, отрицающей армянское культурное наследие и присутствие. Подавляющее большинство экспертов в области искусства, архитектуры и археологии региона отвергли утверждения как ложные. Исполняющий обязанности главы миссии ЕСЭ в Восточной Армении Марек Куберский принял участие в визите миссии ЕСЭ по установлению фактов в Армению и представил миссию ЕСЭ в Армении. Миссия ЕСЭ по установлению фактов посетила Восточную Армению с целью изучения возможностей укрепления сотрудничества ЕСЭ Армении. Об этом сообщается в микроблоге ИКС наблюдательной миссии ЕСЭ. После агрессивных военных действий в сентябре 2023 года и полной деарменизации Арцаха Баку продолжает уничтожать армянские культурные ценности по этническому признаку. Доказательством всего этого стало уничтожение 50-метрового креста с подсветкой на одном из холмов возле села Дашушен под Степанакертом, что стало ударом не только по культурным ценностям, но и по всей армянской христианской общине. Видео сваленного креста впервые опубликовал телеграм-канал украинского издания «Страна». Крест был установлен 9 мая 2017 года в память о военнослужащих, погибших за освобождение и защиту Арцаха. Он был вторым по высоте в Европе и он был виден со всех сторон Степанакерта, столицы Арцаха. Крест имел специальную подсветку, благодаря которой его можно было видеть даже ночью. Необходимо напомнить, что ущерб, нанесенный культурным ценностям каждой нации, является ударом по культурному наследию всего человечества. Ведь каждая нация вносит свой вклад в мировое культурное разнообразие. Гагская конвенция 1954 года, которая также является основой других международных договоров, в своей первой статье дает определение культурной ценности, независимо от происхождения или владельца движимое или недвижимое наследие, имеющее большое значение для каждого народа, такие как архитектурные памятники, памятники искусства или истории, независимо от их религиозного или светского характера. Согласно статье 4 Гагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта запрещаются любые акты вандализма, кражи, грабежа, незаконного присвоения, военные действия и враждебные отношения к культурному наследию. Согласно первому Гагскому протоколу 1954 года запрещается уничтожать культурные или духовные ценности на оккупированных территориях. Подобная политика преднамеренного уничтожения культурного наследия также осуждается декларацией о преднамеренном разрушении культурного наследия ЮНЕСКО 2023 года. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение «Кочар Ханина». ПЕСНЯ Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ